Всем привет! С вами канал Life in New Zealand и очередные события недели. Если вы еще на нас не подписаны, ребята, обязательно подписывайтесь. Это очень важно, потому что иначе вы можете пропустить наши дальнейшие видео и остаться без информации. Ну и, естественно, оставляйте свои комментарии обязательно под этим видео, ну и всеми остальными. Ну и первая новость, причем такая предновость, так скажем даже, это не новость, наверное, а информация. На следующей неделе, наконец-то, в четверг, на следующей неделе правительство сказало, что объявит, наконец-то, и скажет, что же будет происходить дальше с границами Новой Зеландии. Когда же мы, наконец, сможем открыть хотя бы для кого-то наши границы, и чтобы люди смогли приезжать, и чтобы мы могли тоже путешествовать. Вот это вот объявят в следующий четверг. Обязательно следите за нашими видео, мы обязательно об этом расскажем, и поделимся с вами основной и самой главной информацией. Ну, а теперь обратно к коронавирусу. Естественно, в Новой Зеландии заболевших, слава богу, нет. Единственная проблема, что во время транспортировки одного из тяжелобольных коронавирусом из карантинного отеля в госпиталь, люди, которые это делали, не соблюдали правила по PPI, так называемым, то есть PPI по-русски даже, я не знаю, как это сказать. Это средства защиты, да, которые тебя защищают от того, чтобы ты мог заболеть, ну, в случае заболевания. И вот они что-то пренебрегли этим, и сейчас они сидят дома. Риск очень мал, что коронавирус вырвался в общество, но все равно он существует, естественно, как и всегда. Ну, вакцинация идет полным ходом в стране, колют все больше и больше с каждым днем. Есть рекорд вообще, 45 тысяч в день сделали прививок, сейчас уже разрешили вакцинироваться людям 55+, то есть с каждой недели они снижают возраст, с которого ты можешь идти и получить свою вакцину. Однако, по большому счету, многие рассказывают, что если ты просто проходил мимо вакцинационного центра, там, где вакцинируют, да, зашел туда, если у них свободная вакцина есть, они тебе могут предложить уколоть, неважно, твой возраст какой. То есть, естественно, ну, не ребенок, а начиная с 16 лет, ты можешь пойти и вакцинироваться, никакой проблемы в этом нет. Так что, в принципе, мы еще этого не делали, никуда мы не торопимся с этим делом, но, как вы сами понимаете, скорее всего, всем придется это сделать. В сельской местности, так скажем, вне крупных городов ситуация немножечко посложнее, потому что не такое большое количество этих центров вакцинации, но собираются, опять же, запустить массовую вакцинацию сельской местности. Посмотрим, как это будет работать. На следующей неделе она должна стартовать. Все будет видно. Подняли очередную бучу по поводу того, что люди некоторые имеют право въезжать на территорию Новой Зеландии, хотя у нас вроде бы границы закрыты. Так вот, Ларри Пейдж, я думаю, многие из вас знают это имя, это один из основателей компании Google, и это событие произошло еще в районе января, но почему-то стало известно только сейчас. Вместе со своим сыном прилетел в Новую Зеландию с Фиджи, потому что его сын тяжело заболел, и ему нужна была медицинская помощь, которую не могли оказать на территории Фиджи. Он прилетел в Новую Зеландию, ребенок был в госпитале, все в порядке, все хорошо, и потом отсюда улетел благополучно. Но подняли огромный шум сейчас, почему вот ему можно, а другим нельзя и так далее. В конечном итоге выяснилось, что у него есть резидентство Новой Зеландии, также и у его сына, по, естественно, инвестициям. Человек инвестировал деньги в экономику Новой Зеландии и получил благодаря этому резидентство. Как бы мы не хотели, и опять же, я придерживаюсь немножко другой точки зрения, как бы вы не хотели, можно так сказать, или многие не хотели, равенства все равно не будет. Ребят, если у вас есть много денег, вы все равно в приоритете по каким-то определенным делам. И это яркий пример этого. Человек вложил деньги, получил резидентство, прилетел, все, может, в принципе, приобрести любое резидентство любой страны, по большому счету. Но в то же время этот человек планирует создать рабочие места в нашей стране. У компании Google есть планы по переброске инженерного центра из Калифорнии в Новой Зеландию. Есть такие планы, соответственно, это будут рабочие места, обслуживание и так далее, строительство и все вытекающие из этого обстоятельства. Так что не так все и плохо. И если такие люди посещают нашу страну, я считаю, что это хорошо. Сериал по мотивам «Властелина колец», который снимала компания Amazon, наконец завершен. Съемки проходили в Новой Зеландии. Многие из вас, кто следит за этим сериалом и следит вообще за «Властелином колец», за всей историей, знают об этом. Но вот такая информация, что на телеэкраны он выйдет 22 сентября следующего года. Я не знаю, почему такой долгий срок, но съемки закончены. Все восемь серий отсняты. Так что любители истории про «Властелина колец», ребята, ждите. В следующем году мы все посмотрим этот сериал. Ну и очередная забастовка только уже теперь не медиков, но относящихся к ним же акушерок. Акушерки решили бастовать. Опять же, они требуют повышения зарплаты, а также улучшения условий работы. Это нескончаемая, наверное, история. Мы, наверное, вам надоели уже с этими медиками. Однако это самая главная проблема, наверное, сейчас в стране. Потому что их не хватает. И в то же время они очень много работают и сильно перерабатывают. Людям приходится работать по 12 часов, а то и больше, чтобы обслуживать больных в больницах. Так вот, акушерки решили тоже бастовать. Начнут они на следующей неделе это делать. Профсоюзы немножечко как-то с ними не до конца договорились, почему они бастуют и кто им разрешил. Грубо говоря, на каком основании и так далее. Там тоже внутри этой организации какое-то недопонимание между ними. Но что есть, то есть. Так что, если вы планируете на следующей неделе рожать, ребята, созвоните со своей акушеркой и узнаете у нее, а не будет ли она на забастовке в это время. А то вы можете немножечко попасть. И папе придется принимать роды самому. Пенсия в Новой Зеландии. Неужели она так беззаботна и так доступна? Оказалось, что нет. Даже если вы всю свою жизнь отработали в Новой Зеландии и получаете пенсию, стоит вам только уехать на полгода или больше за границу, как новозеландское правительство по-отечески говорит, ребята, хватит вам получать наши деньги, раз вы не находитесь на территории Новой Зеландии. Вы должны проживать на территории Новой Зеландии как минимум полгода из всего года. То есть 26 недель вы должны находиться здесь. На 26 недель вы можете отсутствовать. Только в том случае, в этом случае вы будете иметь право на получение пенсии. Это я считаю, что неправильно. И вот с этим, например, столкнулось. Ни один человек уже столкнулся. Есть другие примеры. Пенсионерка в Новой Зеландии, которая полетела к своему сыну, больному сыну, который болеет у него, то ли рак, то ли еще что-то. Он находится в городе Сидней. Он там лежит в больнице. Она к нему поехала ухаживать за ним и помогать. У нее обратный билет был на июль этого года. Однако она не смогла вернуться по причине коронавируса, того, что там закрыто все в Сидней. Локдаун. И правительство решило сообщать ей уже начинать, что Эй, женщина, вернитесь домой, а то мы вам прекратим платить денежку. Ну, я считаю, что это нарушение ее прав. Человек отработал здесь всю жизнь в этой стране и полное право имеет на эту пенсию. И неважно, где он живет, это не дело правительства следить за тем, где находится человек. Человек заплатил достаточно налогов за свою жизнь и имеет право получать эти деньги. Причем деньги-то сравнительно небольшие. Я имею в виду с уровнем жизни в этой стране. Поэтому, ну, полный бред и маразм, по моему мнению. Но это относится вообще ко всем отчислениям государственным. Если вам, если у вас есть пособия, если у вас есть какие-то деньги на детей и так далее, если же вы с семьей уехали за границу и находитесь более полугода там, то вам прекратят платить эти деньги. Любые деньги вообще государство прекращает платить. Единственный завод в Новой Зеландии по переработке нефтепродуктов решили закрыть. Точнее, решили его реорганизовать и оставить только отдел по перевалке нефтепродуктов готового бензина. Вот и все, если простыми словами. На данный момент там работает 300 человек, но с середины следующего года останется работать только 60. То есть сейчас можно из сырой нефти, в принципе, перерабатывать топливо. Дальше этого сделать будет негде в нашей стране, и мы будем получать только готовое топливо в Новой Зеландию. Не знаю, что они будут делать с этими людьми, потому что люди, потерявшие работу, не очень счастливы. Но я надеюсь, их переквалифицируют за это время, потому что, в принципе, еще практически год до этого события. Но тоже неприятно. В то же самое время я не знаю, зачем это делать. Мы не настолько еще, так скажем, перешли на возобновляемые источники энергии, чтобы брать и закрывать такого рода заводы. Но, видите, посчитало руководство, причем это не правительственное решение, это решение руководства завода, акционеров. Они посчитали, что это нерентабельно делать в Новой Зеландии. Зима в нашей стране выдалась в этом году довольно-таки теплая, в принципе, как и в прошлом. Об этом говорят все, метеорологи, климатологи и так далее. То есть, то, что очень мало холодных ночей и дней, это мы сами можем подтвердить. По большому счету, заморозки были только один раз, насколько я помню. Один или два раза я с утра выходил, и стекло было замерзшее. То есть, довольно-таки тепло по сравнению с тем временем, когда мы приехали там 10 лет назад, 12-13 лет назад, было намного холоднее зимой. Скорее всего, это очередной показатель изменения климата в стране, не только в стране, наверное, во всем мире. Но в то же время участились у нас наводнения, участились ураганы, участились торнадо даже в этом году был, который послужил, так скажем, большим разрушением в одном из районов Окленда, ну а также привел к смерти одного человека. Так что природа меняется, погода меняется, и нам надо к этому быть готовыми. Так что слушайте метеорологов больше, потому что, в принципе, в Новой Зеландии погода очень переменчивая, и даже если ты смотришь прогноз погоды на неделю вперед, не факт, что это все сбудется. Очень быстро может все поменяться, потому что остров есть остров, и ветра здесь постоянные, то есть все продувается. Ну и немножко о погоде. На следующей неделе в Окленде 5-9 градусов ночью и 15-16 днем. Со вторника вроде как все распогодится, и дождиков не обещают. На данный момент у нас очень сильный ветер, последние несколько дней, прям такой, какой-то ночью на этой неделе было даже до 100 км в час ветер доходил. В некоторых районах были повалены деревья, отключен свет, потому что провода были оборваны, но, слава богу, разрушений и смертей нету, так что это уже хорошо. Ну, будем с вами прощаться. На этом на сегодня все. Как вы заметили, каких-то таких сильных новостей нет. На следующей неделе новости обещают быть более богатыми и более информативными. Ждите следующей недели, ждите нашего выпуска. А я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok